Но самое главное впереди, то, собственно, ради чего мы и прикатили в Цукиджи ни свет, ни заря. Начиная с трёх часов, гигантским холодильным ангаром один за другим подъезжают фуры, из ледяного чрева которых рабочие лихо выбрасывают десятки, сотни, тысячи свежезамороженных туш-тунцов. Начинается коага, буквально дословно приподнять, разгрузить, ну, стало быть, разгрузка. Всё происходит по сценарию, написанному столетия назад, и все здесь, наверное, даже тунцы, знают, что нужно делать. А сделать нужно немало. Разложить, рассортировать, обмерить, взвесить, почистить, проверить, понюхать, попробовать на зуб, помыть. Ситами предварительный осмотр, так называется это действие. Накао-Роси. Посредник-оптовик осматривает тунцов, метит краской. Между прочим, опытный Накао-Роси может буквально по срезу на хвосте и по кусочку мяса сказать, где плавал тунец, что он кушал в течение своей жизни, где был пойман и вообще, здоров он или нет. И вот, собственно говоря, то, ради чего мы сюда и пришли. Буквально через несколько минут начнётся аукцион, который смело можно назвать аттракционом. На этот аттракцион даже специально приезжают туристы. Вот сейчас из Америки приехали, смотри. Ну и мы с Олегом тоже заглянули. Здесь пройдёт аукцион тунца, короля всех рыб и короля суси. Ну и, может быть, конечно, здесь мы тоже найдём кусочек японского кокороа. В 5.30 со звона колокольчика начинается сам аукцион. Продавцы аукционы выкрикивают скороговорки, припевают, приплясывают, хлопают себя руками по бёдрам. Вот, дескать, у нас товар, у вас купец, налетай, не скупись, покупай живопись. Ну, в смысле, живность морскую. Зрелище действительно впечатляющее. Купленные рыбины укладывают на деревянной тележке меко, что в переводе означает кошка. Между прочим, это происходило и много-много лет назад, и совершенно картина не меняется. А посмотрев на всё это, вы можете смело сказать, это как раз то, что я хотел увидеть. К рассвету аукцион затихает, и по всему циклопическому периметру рынка, словно роботы-уборщики сноют тележки, миникары, грузовички, бульдозеры, Цукиджи совершает утренний бацион, прихорашивается. Скоро сюда хлынет поток жителей Токио, чтобы затариться свежайшими, вкуснейшими морскими деликатесами. Охаю, Гадзеймасу! С добрым утром, Токио! Огромный мегаполис просыпается очень рано. Открывают глаза зеркальные окна небоскрёба Гиганты, здания корпораций, отелей и маленькие скромные забегаловки, кафе, ресторанчики. Все начинают прихорашиваться, умываться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помните, у Эксипери маленький принц говорил, встал рано утром, начни убирать свою планету. Герой фильма «Последний самурай» Том Круз также говорил про японцев. Складывается впечатление, что эта нация просыпается рано утром и начинает доводить до совершенства то, что не закончили дело вчера – камбари. Кажется, что действительно эта фраза оживает в Токио. Рано утром все японцы, все владельцы лавочек, магазинчиков, дворники выходят на улицу и начинают мыть её, в буквальном смысле с шампунем или с мылом. И в этом тоже, наверное, есть маленькая частичка японского кокороба. Ну а наш путь лежит в штаб-квартиру Хомбу Додзю Джекайэс, Джипон Каратэшито Канрин Мэй, где нас ждёт сенсей Кагава Масао, обладатель восьмого дана. Время на часах шесть часов. Сенсей уже тренируется, он занимается со штангой и разминается. Кагава Масао, обладатель восьмого дана. В штаб-квартиру Хомбу Додзю Джекайэс мы договорились с сенсеем Кагава о встрече в Тейко-университете, Тейко-дайгаку, где мастер проводит занятия по каратэ среди студенческой братья. И Тейко-университет – огромный комплекс, где учатся, живут, занимаются спортом тысячи-тысячи студентов. И сенсей Кагава здесь весьма уважаемый человек. Сенсей ведет занятия среди черных поясов. Здесь, между прочим, тренируются чемпионы Японии. Ну, в общем-то, элита студенческого каратэ. Боксом! 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 Несмотря на то, что мастер весьма добрый и улыбчивый человек в жизни, на улице и в беседе, В додзю он становится настоящим сенсеем, он строг, он требует от своих учеников беспрекословного подчинения, но и те, конечно же, верят каждому слову сенсея, каждому жесту, потому что сенсей Кагава действительно очень большой мастер. Безусловно, здесь в этом зале не все спортсмены являются чемпионами Японии. Некоторые просто приходят заниматься каратэ, но стараются все изо всех сил. Гамбате кудасай! Стараться изо всех сил делать всё возможное. Это главный девиз практически в любом додзю в Японии. И ребята стараются так, что становится завидно. Тренировка длится три часа. Начинается с команды Хаджиме и через три часа заканчивается командой Яме. За это время ни одной остановки. Работа очень жестко, очень быстро, без отдыха, без пауз. Отработка всей техники и ката, и бункай, и кихон, что является немаловажным, что является как бы основой всего японского каратэ. Это отработка базы, кихон, построение фундамента, ситадзи дзюкури, построение фундамента. Вот в таком ритме, извиняюсь, пашут ребята три часа. Представляете, это очень сложно. Ну и, конечно же, результаты дают знать о себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся в университете Тейки. Сейчас 6 часов вечера, за окном темно. Вот там на футбольном поле ребята играют в футбол, дальше в бейсбол, а здесь, в этом додзио, совсем еще молоденькие мальчишки и девчонки тренируются каратэ под руководством Сенсея Махау и Кагау. Эти тренировки крайне трудные, особенно для молодых студентов. И совсем не важно, станут они мастерами или нет, главное, что все они занимаются спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова